Привет, друзья, как дела? Добро пожаловать на мой подкаст. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня мы поговорим о необычной теме, как составлять или как писать, как делать резюме на русском языке. Конечно, резюме или CV по-английски это информация о вас, как работники, для потенциального работодателя. Очень важно, чтобы эта информация была понятной, лаконичной и интересной для работодателя. Если вы ищете работу, то, конечно, вы должны сделать или написать свое резюме. Слово резюме означает summary, какое-то summary. То есть вы делаете summary всего того, что вы умеете делать. Это как ваша маленькая презентация. Я хочу сказать, что я делал резюме как на русском языке, так и на английском языке для американских компаний. И я немного изучал эту тему. И могу сказать, что, например, люди, которые делают резюме в России, можно сказать, и резюме, например, в США, они немного отличаются. Какие есть отличия? Например, на резюме в России люди обычно кладут свою фотографию. А резюме в Америке, в США обычно идет без фотографии. Это интересный психологический момент. В России люди показывают фотографию, показывают себя в резюме, чтобы работодатель увидел тебя. Чтобы он увидел тебя сразу. И для меня это логично и нормально. Например, человек может увидеть потенциального работника. И он может понравиться ему визуально. Я думаю, что это нормально, когда человек нравится визуально. Хотя, с другой стороны, если, например, у вас есть какие-то физические недостатки, и вы публикуете ваше резюме с фотографией, то, может быть, у вас есть шанс, что вы не понравитесь вашему работодателю. Поэтому это может быть немного нечестно. Поэтому я, конечно, понимаю, что фотография это не обязательно. Но просто я хочу сказать, что в России фотографии обычно используют. А в западных компаниях, в западных странах люди не используют фотографии в резюме. Потому что они говорят, что они боятся, что работодатель будет смотреть на внешность или принимать решения по внешности. И это неправильно. Я думаю, что я соглашусь с этим. Но мы сегодня говорим о резюме в России. Как в России делают резюме. Обычно нужно написать вашу базовую информацию. Например, ваше имя, ваш электронный адрес, ваши контактные данные. Например, ваш телефон, WhatsApp и так далее. В России, когда пишут резюме, это нормально, если вы пишете ваше семейное положение. Например, я женат или я замужем и у меня есть, например, один ребенок. То есть в России это абсолютно нормально. Как я понял, в Америке это ненормально. Потому что, например, если вы пишете, что у вас трое детей, то работодатель переживает и думает, что о нет, у него трое детей, значит он, значит бла-бла-бла. Понимаете? То есть в России такого нет. Вы пишете, вы присылаете фотографию, вы пишете, какой у вас семья. Это нормально. Можно даже адрес написать, где вы живете. Это абсолютно нормально. Потом вы пишете какую-то информацию о своих навыках. Навыки, skills. Например, какие языки вы знаете. Английский, испанский, французский и так далее. Но это, конечно, не главное. Самое главное в резюме это опыт работы. В России опыт работы имеет более важное значение, чем образование. Обычно это две большие секции. Образование, education и опыт работы. Опыт работы. Я думаю, что опыт работы имеет более важное значение, чем образование. Потому что в России у нас немного по-другому работает система трудоустройства или отношения работодателя и работника. И так далее, и так далее. Потому что, например, в России большой процент людей работают не по профессии. Что это значит? Это значит, например, вы учились пять лет в университете на инженера. Может быть, у вас есть диплом инженера. Но потом вы не нашли работу инженера и устроились работать в компанию, которая продает, может быть, кондиционеры. Например, то есть торговую компанию, trading company. Может быть, вы просто менеджер по продажам. Sales manager. Вы менеджер по продажам. И работаете пять лет, шесть лет, десять лет. И у вас хорошо получается. Вы работаете в одной компании. Потом вы работаете в другой компании. У вас большой опыт работы в продажах. You have big experience in sales. Поэтому работодатель, когда он читает ваше резюме в России, я говорю в России, для него самое главное, это ваш опыт работы, а не образование. Например, может быть, у вас нет колледжа или вы не учились в университете. Но если у вас есть десять лет опыт работы, например, в торговой компании, и вы были сначала продавцом, потом менеджером по продажам, потом директором отдела продаж, и вы работали директором там пять-шесть лет, то, конечно, это самое главное для работодателя. Он смотрит на ваш опыт работы. Я знаю, что, например, в США, в Америке, опыт работы, конечно, очень важен. И я думаю, что это тоже главный приоритет для работодателя, когда он смотрит резюме. Но очень также важно посмотреть на ваше образование. Если у вас нет профильного, профильного, значит, связанного образования, может быть, работодатель не захочет нанимать hire, нанимать вас в компанию. Потому что в Америке это очень важно, образование. Но в России не так важно. В России более важен опыт, чем образование. Итак, в резюме вы должны написать свое образование, где вы учились. Не нужно писать школу. В резюме только пишут высшее, higher education, высшее образование. Например, университет или институт или академию какую-то. Где вы учились, когда вы учились и какую специальность вы получили. Например, специалист в области технологий или программист, или директор. Или не директор, а может быть, специалист в туризме. Вот, вы пишете свою специальность. А потом вы пишете опыт работы. Work experience. Опыт работы. И там вы пишете сначала, начиная с самой последней работы. То есть, сначала вы пишете последнюю работу. Может быть, там, где вы еще работаете. Where you still work. Или, может быть, вы только ушли из этой компании. Это должна быть первая компания в списке. В списке. In the list. Например, вот, ваша последняя работа. Вы работали, там, в компании Microsoft. И вы пишете компания Microsoft. Например, там, инженер или, там, программист. Потом второй опыт работы. А, и вы пишете, конечно, сколько вы работали. Времени там. И какие обязанности у вас были. Что вы делали на работе. Чем вы занимались там. Как вы работали. Например, вы делали программы. Писали код. Общались с клиентами. Не знаю. Делали какое-то программное обеспечение. Software. И так далее. И потом вы пишете второй опыт работы. Который у вас был до последней работы. Опять вы пишете вашу должность. Position. Должность. Название компании. Период времени. Когда вы там работали. И ваши должностные обязанности. Your responsibilities. Or duties. Что вы делали на работе. И так далее. Вот вы пишете ваш опыт работы. Потом образование. Вы пишете ваши навыки. И вы можете написать, например, список ваших каких-то дополнительных образований. Или дипломов. Или сертификатов. Которые вы получили. За свою карьеру. Может быть вы посещали семинары. Конференции. Участвовали. В разных программах. И получали много сертификатов. Или дипломов. Конечно, это нужно тоже написать. Но, как я уже сказал, самое главное для российского работодателя это опыт работы. Опыт работы. Ну и в конце вашего резюме можно указать. Indicate. Указать. Например, указать несколько человек, которые могут быть вашими рекомендателями. Например, вы можете написать, у меня есть рекомендация от. И вы пишете, от кого есть рекомендация. Но обычно рекомендательные письма, ну, конечно, рекомендательные письма это очень важно. Но, например, в Америке очень большое значение имеют рекомендательные письма. Но в России обычно компании, они будут звонить в ту компанию, в которой вы работали. Поэтому, если вы пишете опыт работы, например, компания Microsoft. И там нужно указать, например, может быть сайт, может быть вашего директора. И это рекомендательные, это как бы рекомендации. То есть эти люди могут дать вам рекомендацию. Вот, поэтому и нужно, конечно, указать номер телефона этих людей, которым ваш работодатель может позвонить, поговорить и узнать, как вы работали раньше. Понимаете? Вот такая основная информация о резюме. Кстати, я забыл. Я забыл. Иногда можно также написать, что вы любите делать. Например, какие у вас хобби. Это тоже можно написать в резюме. Потому что, например, вы любите заниматься спортом. Ходить в кемпинг или плавать, путешествовать или играть в волейбол. Я думаю, это тоже важно, потому что... И написать, например, в России. Я говорю про Россию. В России, например, вы можете написать. Я не курю. I don't smoke. Обычно мы говорим по-другому. У меня нет вредных привычек. I don't have bad habits. Вредных привычек. Bad habits. Это тоже очень важно, потому что работодатель будет думать. О, окей, это человек спортсмен. Он активный. Он будет активно работать. И он не будет ходить и курить на улицу каждые 10 минут. Понимаете? Вот такая информация. Надеюсь, это было полезно и интересно. Особенно, если вы хотите найти работу в России. Я думаю, что это было полезно. Спасибо, что слушали мой подкаст. И до новых встреч. Пока-пока.